Основные торжества прошли сегодня у стелы Минск. Город-герой. Войный парад показал, что белорусская армия мобильна, хорошо обучена и вооружена. Это подчеркнул и президент во время выступления на параде. Колонна техники гражданского назначения представила силу и мощь отечественного машиностроения. В небе высший пилотаж продемонстрировал белорусский воздушный эшелон. Рота почетного караула удивила зрителей новыми высокотехничными фигурами, а молодежь зрелищным представлением. Тысячи зрителей, как реки, к одному сердцу стекали с самого утра к стеле Минск. Город-герой. Праздничные мероприятия в День независимости традиционно начинаются на проспекте Победителей. Сегодня именно сюда, к перекрестку широких столичных проспектов, устремлены чувства и взгляды белорусов. Выезд на площадь кортежа президента Александра Лукашенко дает старт торжественным мероприятиям. Президент Республики Беларусь. Главнокомандующий вооруженными силами Александр Григорьевич Лукашенко. На проспект уезжают две открытые парадные машины. В одной принимающий парад министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. В другой командующий парадом заместитель министра обороны генерал-майор Сергей Потапенко. Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Ура! Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую политику, подчеркивает президент Александр Лукашенко. Неизменный принцип Беларуси – равенство всех государств и их невмешательство во внутренние дела друг друга. К сожалению, другие страны не пожелали последовать этому примеру. К чему это привело? Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена. На путь милитаризации вступили страны Европы. Они втягиваются в гонку вооружений и военное приготовление. Соединенные Штаты Америки развертывают здесь, у наших границ, систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал. Глава государства отметил высокую боеготовность с белорусской армией. Она постоянно модернизируется, мобильно, хорошо обучена и вооружена. Весомый вклад в повышение боеготовности армии вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс. И сегодня можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, которые представляют собой принципиально новую инновационную продукцию. Политика Беларуси носит открытый характер. Нам нечего скрывать. Вместе с братской Россией мы защищаем границы, создаваемого нами союзного государства. Нашей стратегической целью является дальнейшее развитие отношений с государствами-членами организации договора коллективной безопасности. Это наши надежные партнеры и верные друзья. Мы связаны общей историей и вместе сегодня защищаем мир от новых угроз. В этот праздничный день хочу обратиться к вам, уважаемые ветераны. Вы не дали поставить нашу страну на колени в годы самой страшной войны. Принесли свободу родной земле. Мы гордимся вами и стремимся быть достойными славного поколения победителей. Дорогие соотечественники, в этот священный для каждого из нас день Желаю вам счастья, здоровья и благополучия, мирного неба и успехов в труде на благо нашей родной Беларуси. Слава героям, засветившим Родину в жестоких сражениях. Слава труженикам, возродившим страну из пепла и провратившим ее в прекрасный край. Слава белорусской армии, гаранту нерешимости рубежей отчизны. Слава белорусскому народу с праздником, с Днем независимости Беларусь. Ура! Беларусь гордится своей армией и делает все необходимое для повышения ее боеспособности. И это ярко подтверждают участники парада. Пеший парад традиционно открывают самые юные участники-барабанщики Минского Суворовского военного училища. Перед трибунами знамя победы, государственный флаг Беларуси и флаг Советского Союза. За ними штандарты 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го прибалтийского фронтов, принимающих участие в белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Отдавая дань уважения поколению Великой Победы, проходит парадный расчет в форме воинов Красной Армии времен Великой Отечественной. Всего в параде задействовано 3,5 тысячи военнослужащих. В составе пешей колонны 20 парадных расчетов. Перед зрителями 222 единицы техники, бронетранспортеры, высокоманевренные внедорожники, современные танки. Впервые перед широкой публикой разработка 140-го ремонтного завода. На марше новейший бронированный автомобиль отечественного производства «Кайман». На 90% состоит из комплектующих белорусского производства. В Беларуси есть что показать. Состав парадных расчетов в этом году увеличен вдвое. Впервые на параде белорусские беспилотники. Единственный в мире в своем классе «Индела Скайбур» с оптикой электронной системы прицеливания и дальностью стрельбы до 2000 метров. А уникальный беспилотник «Белар» может сутки летать со скоростью до 300 км в час. Грозное оружие «Белград», «Смерч», «Точка», «Оса». Среди белорусских разработок, которым особый интерес у зрителей, также «Волот» производства МЗКТ. На базу унифицированного шасси легко станет различное вооружение. В автомобиле самая современная информационно-управляющая система. Вне конкуренции по овации и реактивная система залпового огня «Полонез». Она способна нанести точечный удар сразу по 8 целям на расстоянии до 200 км. Это самое мощное оружие ракетных войск белорусской армии, соответствующее лучшим мировым аналогам. Высший пилотаж продемонстрировал в небе белорусский воздушный эшелон. Вертолеты, штурмовики, винтокрылые спасатели, ударные вертолеты, самолеты разного класса, истребители. У телезрителей есть преимущества. Камеры снимали пилотов внутри самолетов. Мастерству пилоту не уступают и военные роты почетного караула. Плацконцерт удивил зрителей новыми высокотехничными фигурами и слаженными движениями 117 человек. В руках самозарядный карабин «Симонова» весом почти 4 кг. Колонна техники гражданского назначения показала силу и мощь белорусского машиностроения. Более 100 автомобилей, среди которых львиная доля – это новинки, впервые представленные широкой публике. Среди них кроссоверы «Белджи» – это новое слово в отечественном автомобилестроении. Новейшая флагманская разработка «МТЗ» – самый мощный трактор Беларуси. «Гомсельмаш», «Амкадор», «МАЗ», «БелАЗ» – все представили лучшие образцы техники. Шествие завершил необычный балет, где в классическом танце закружились тракторы «Беларус». Массовая вокально-хореографическая композиция «Красу и Беларусь» дополнила краса к празднику. Олеся Высоцкая, Николай Юзефович, агентство теленовостей.